Ну вы, конечно же, конечно же, нас узнали. Нас, актеров Красноказарменного, Нагродного театра имени. Такого имени, имени. Я бы ждал памяти. Памяти нашего незаметного ленинского комсомола. Самые любимые и самые народные твидовцы один, а то и два раза в сезон радуют своих дорогих зрителей, поклонников премьерными спектаклями. Весна 2023-го – очень удачное время для первого представления. Аншлаг точно обеспечен. Повеселить мы решили народ в наше, так сказать, непростое, грустное время. Просто, чтобы отдохнули, посмеялись. Комедия положений, фарс, теща на прокат. Все действие спектакля строится на таком обычном желании почти уже 40-летней Ниночке выйти замуж. Будущему Женечка хочет познакомиться с мамой. А она сидит в тюрьме из-за того, что побила любовницу мужа. И будущая невеста нанимает актера на эту роль. Можете сыграть мою мать? Твою мать? Ну да, перед одним человеком. Доченька, я все, я все для тебя сделал. Неужели ты, мы же не решили, ты несчастных 15 тысяч для старой, больной, раздитой простатитом матери? Центральная фигура спектакля – Галина Ивановна, псевдомама Ниночки. Этот персонаж держит внимание зрителя на протяжении всего премьерного показа. Артисту Олегу Федорову приходится демонстрировать весь диапазон эмоций. От искрометного юмора до философских изречений. В этом спектакле у меня две роли, можно сказать. Одна совсем маленькая, вторая чуть-чуть побольше. И думаю, что некоторые зрители, надеюсь, увидят в этом образе и кого-то, самих себя. Актриса театрального коллектива «Твит» Елена Столярова говорит, что драму играть тяжелее. А вот комедия положений – это больше настроение. Ты заряжаешься, ты попадаешь в атмосферу шуток, юмора, веселья и отклик от зала. Играю я Аллу Аркадьевну, роль второстепенная, но очень интересная, очень характерная. Ну, все, как я люблю. Также в спектакле задействованы Елена Рогозянская, Олег Садовский, Валентина Бондрева и Кирилл Музалевский. 8 апреля актеры приглашают всех, кто еще хотел бы увидеть тещу на прокат, на второй показ. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.